Хотелось сказать, во-первых, то, что идея была давно насчет того, чтобы создать некую лабораторию или некий центр, в котором можно было бы изучать, можно было бы что-то, с чем-то экспериментировать. И очень удачно получился первый проект, достаточно такой экспериментальный, Лофт Плацдарм, который показал, что эксперименты на самом деле можно делать, что эксперименты дают результаты, что их нужно делать. Потому что, ну, в общем-то, было, во-первых, интересно посетителям, было интересно творчески настроенным людям, которые могли прийти, посмотреть что-то для себя новое, узнать, обменяться мнениями. И, в общем-то, я считаю, что изначальная цель создать некую лабораторию или некое место, где можно что-то изучить, с чем-то поэкспериментировать, это место потихоньку начинает создаваться. И, в общем-то, вопрос следующий как раз и звучит так, а как дальше быть? И, отвечая на этот вопрос, как дальше быть, ну, я думаю, на него ответить один человек не сможет. На этот вопрос могут ответить несколько человек, а, скорее всего, группа, а лучше, если это команда, которая сможет использовать данный объект, данное пространство для, вот, как я уже говорил, для экспериментов, для изучения чего-то нового, для проб, которые, даже если приведут к ошибкам, то эти ошибки будут использованы для, так скажем, получения дальнейшего опыта и создания чего-то нового. Потому что такой формат, я думаю, он достаточно необычный, он необычный, как для телекоммуникационной компании, хотя, ну, наверное, в России необычный для телекоммуникационной компании, потому что международные компании занимаются различным проектом в сфере, там, в направлении социальных таких вот экспериментов, можно так сказать. И это позволяет что-то новое найти компании, что-то новое найти потребителям услуг этих компаний, что-то новое найти сообществу, которое заинтересовано в получении чего-то нового, в создании чего-то нового. Вот данное место, там, лаборатория, открытый медиа-центр позволят понять, во-первых, что интересно, так скажем, потребителям, при том, тем, которые хотят поэкспериментировать, возможно, с услугами, поэкспериментировать с использованием данных технологий и понять, какое будущее у этих услуг, технологий, и в какую сторону будут развиваться. Ну, опять же, нужно сказать, что придут инициативные люди, придут люди, которые хотят что-то узнать, что-то изучить, что-то получить для себя, новые какие-то знания, может быть, сформировать новые какие-то представления о чем-то. В данном случае, вот, как один из проектов, который прошел, Лофт Плацдарм, там рассматривался, насколько я понял, рассматривался варианты альтернативного некоего искусства, так скажем, отходящего от классической модели восприятия, но передающие, так или иначе, эмоции того, кто, значит, эти произведения создавал. И, ну, вот, один из примеров, когда нестандартный подход позволяет обмениваться информацией, и самое главное, ну, не то, что самое главное, а, наверное, одно из главных вещей является то, что что-то необычное, оно сейчас привлекает, оно притягивает, а в итоге идет обмен эмоциями, мнениями между людьми, друг друга лучше узнают, обмениваются своими знаниями, то есть в итоге идет обмен информацией, знаниями, что развивать людей, то есть в итоге люди получают, как результат посещения вот этих мероприятий, такого рода собственное развитие, шея свой кругозор, и, в общем-то, ну, интересно, на самом деле.